Слушайте, ну на самом деле не существует никакой такой организации, там, президентский пол, там, или кремлевский пол, да, это никакая там формальная структура, ничего, это просто там группа людей, которые обмена даже не общими интересами, а общими редакционными заданиями, то есть вот от каждого издания, там, человек говорит, ты вот занимаешься Путиным, там, или ты вместе с кем-то пишешь, снимаешь, там, фотографируешь, да, там, на радио рассказываешь. Нет, ну хорошо, ну к тебе как-то присматриваются вообще, когда вот ты, чтобы первый раз такой заданий дать. Да, вот и тебя там пускают, смотрят, там, что ты говорил, как ты говорил. Оказалось очень просто, я шел по коридору, встретил редактора отдела политики Андрея Седова, он сказал, у нас вот некому сейчас работать в Пуле, там была пересменка как раз Медведев-Путин 7 лет назад, вот, и человек, который работал с Медведевым, он не захотел покидать Медведева, у нас, говорит, некому туда, вот не хочешь попробовать? Говорю, ну давайте попробуем. А, так значит, все-таки есть разница, что вот какая-то группа журналистов работает с президентом, какая-то с премьером получается. Ну это просто, да, потому что, ну, не жесткое, нет такого жесткого пересечения во многих изданиях, там, или в агентствах, тем более, да, и те, кто работает там с Медведевым, работают и с Путиным, ну куда это, куда пошлют, то Родину пошлют, туда и едут. Вот, ну у нас просто там более жесткая специализация, потому что, ну, и у Медведева, и у Путина такой график. А вот как вы с этим графиком? Ты Путина видишь точно совершенно чаще, чем каких-нибудь коллег по редакции. Ну нет, конечно, чаще, чем коллег по редакции, вот, потому что мероприятия у него происходят часто. Ну... Ну вот мы с тобой, когда разговариваем, как бывает всегда. Значит, Смирнов у нас в эфире, потому что он едет перед каким-то мероприятием, значит, заранее. Потом непосредственно во время мероприятия ты включаешься, ну, что-то бывает там после. Вот как это все это все-таки выглядит на практике? Ну, я бы не сделал из этого, конечно, какого-то культа, там, что это сверхтяжелая работа, как работа. В общем, у шахтеров, я думаю, гораздо тяжелее, в общем, труд, поэтому... Что сказали, то и делаем. А выглядит это как? Просто если Владимир Путин завтра едет куда-нибудь, условно говоря, в город Санкт-Петербург, встречаться с кем-нибудь, то заранее тебе говорят, что вот завтра будет командировка, утром там сбор перед ним в аэропорту Внуково-2, и перед президентом наш вот самолет, ну, наш, он условно, потому что журналистов сажают туда же, откуда летит и делегация, допустим, да, там только в первом салоне летят, так называемые, уважаемые люди, министры. Ну, это такой внутренний термин. В нем нет какой-то... Может, есть какая-то ирония, да, но нет ничего оскорбительного. Вот. Ну, надо как-то обозначать, да, министров. Там, ну, члены делегации, еще кто-то там, протокол, ну, и мы в том числе. Вот. А потом уже пролетает президент, и все начинается. Как говорит Путин, я не опаздываю же, я когда приезжаю, все начинается. Да, это мы слышим. Это замечательно. Очень часто люди спрашивают по поводу, есть ли цензура, что можно говорить, что нельзя говорить. Оговариваются ли какие-то моменты? Ну, тут надо понять, на каком уровне оговориться. Есть... Я сотрудник газеты «Комсомольская правда», да? Ну, ты как журналист. Тебе говорят, что вот что-то произошло, вот это можно говорить, вот это, а вот это произошло. Лучше не надо об этом говорить. Она, если и есть цензура, то она не на уровне журналиста никак. Вот на моем уровне никто ни разу не подходил, условно говоря, там, из пресс-службы там или еще откуда-то. И говорю, вот ты про это не пиши, а про это не пиши. Бывает, обращают внимание на что-то, про что интересно было бы написать, да, или про что-то кто-то там что-то может произойти, что-то не заметил. Ну, вот в этом нет политики. Например, была универсиада в Красноярске открывалась, и там вот Платиномарена была, один из основных объектов. И просто подошли там коллеги из пресс-службы и сказали, что вы обратите внимание, что вот эту Платиномарену построил там Муса Бажаев за свои деньги, там, причем деньги большие, там, два с лишним миллиарда. Да, и он просто передает это городу безвозмездно. Ну, хорошее дело, хорошее. Кто хочет, отразите. Кто не хочет, как хотите. Это даже не обязаловка. Нет, абсолютно не обязаловка. Другое дело, что есть газеты, которые нужно все самое интересное, да, самое злободневное и как можно быстрее, потому что существует интернет-сайт газеты Комсомольской, правда. Прекрасный сайт, но его надо вот... Вот сейчас случилось, и через там 30 секунд это должно быть на сайте. Вот это цензура. То есть вот сюда надо успеть. А все остальное там, что Путин там споткнулся и упал, никто не скажет, не надо этого писать. Хочешь, пиши. Ну, он пока, насколько я помню, упал-то один раз в хоккей, когда играл. В хоккей, когда после хоккея ехал. Ну, после хоккея он ехал, а уже постелили ковровую дорожку, он не видел этого. А он смотрел в бок, да. Да, по широкому такому кругу и заехал прямо. Спотыкался, я помню, Лавров, но тогда все спокойно об этом и показали, потому что он же еще, как-то он сказал, говорит, хорошо, что споткнулся. Ну, как-то он обыграл, что на ступеньке, а не на дипломатическом. А Лаврова занимается отдел внешней политики, который создали. Там вообще отдельные люди. А еще один вопрос вот про Пул, а потом уже про Путина тебя будем спрашивать. Вот все равно получается, что это, ну, текучка там не очень большая, да, редко меняются, наверное, люди. В основном каждые СМИ представляют, ну, кто-то вот. Ну, как правило, да. Вот у вас в этом, это можно назвать каким-то таким отдельным уже коллективом? У вас там есть какие-то дружеские отношения, там, наоборот, неприязненные? Как там с Грандами, вот с тем же Гамовым, там, или с Кондратьевым? Они же тоже в Пуле. Ну, телевизионных наших коллег я бы выделил просто отдельно, потому что они и летают сами по себе, они прилетают заранее обычно, да, там. Ну, у них там куча всякого технического расклада. Это специфика, вот. А я бы сравнил, ну, если так с чем-то можно сравнить грубо, то это с каким-то там школьным классом, да, куда просто людей собрали, не учитывая, что они там, кто они, как они и чем занимаются, да, ну, просто вот так объединили, ну, случайным принципом, да. Кто-то с кем-то общается, кто-то с кем-то не общается. Ну, самые разные отношения. А бывает так, что кто-то там хочет пролезть вперед? Конечно. И задать вопрос президенту раньше, чем другие, вот как? Нет, такая история, конечно, есть. Там есть своя такая, там, не знаю, как это сказать. Ну, я приведу пример нашего легендарного Александра Петровича Гамова, человек, который ходит на все пресс-конференции. Вот как вот он, вот смотрите, какая была история. Вот недавно была прямая линия Владимира Путина. А после этого, ответив на, там, 250 вопросов, сколько-то, 81, по-моему, да, в этом году было, Путин выходит к журналистам, чтобы ответить еще на 5 актуальных и не задавных. Так называемый пресс-подход. Вот, 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 там выстраивается круг, и каждый, конечно, хочет задать свой вопрос. А кто задает первый вопрос? Всегда Александр Петрович Гамов, который Путин только появляется издалека, он уже кричит ему за 50 метров, «Вадим, Вадимир, вы у нас в Донбассе, потому что нет, не работает». А Путин, он заканчивает вопрос, когда Путин подходит уже к микрофонам. Это опыт, это мастерство. Путин на чей вопрос ответил? Гамов, молодец. Вот, как бы, неважно, как это сделано, есть результат, профессионал? Я без иронии абсолютно не понимаю. Нет, я, я, я... А дисциплина есть какая-то, когда, ну, я, ну, пускайся, худо-бедно знаю, журналистскую работу и, как бы, жизнь журналисты, особенно, когда и операторы, и журналисты выезжают куда-то в командировку. Ты имеешь в виду... Можно себе позволить там... Обязательно, как это можно. После сверочки и... Ну, мне, извините... Ремочку тяпнуть там и все. Нет, значит, во-первых, как меня учили операторы, когда я в командировку ездил на МТВ. Если в поезде, то первая рюмочка должна падать, когда... Жириновскому не говорите только, а то будет опять нас ругать. Когда колеса делают первый оборот и тук-тук первый происходит, вот ты слышишь тук-тук, в этот момент ты уже должен рюмочку... Ну, тогда это было просто с самолетами сейчас на взлете не особо себе позволишь. А в самолете, значит, как только отрывается самолет от взлётной полосы, соответственно, тоже первая рюмочка... Это вот операторы НТВ-шной истрики меня учили. У вас с рюмочками со всеми этими операторами? Ходят традиции, просто вот... Сейчас потеряем мы это всё, я вам скажу. Вы внедри это. Всё не то, но ничего не то, что... Да, Витя, слушайте, ну вот я в 7 лет, когда я начинал, вот я пришёл первый раз, там, конечно, по сравнению там пили больше, честно вам скажу. А сейчас так уже, уже совсем чуть... Во времена-то были золотые, когда в самолёте развозили спиртное, же, там это когда после чего там запретили... А, картридж была, когда история, когда летели из Владивостока с форума, там чуть не сожгли, бедный ИУ-96, когда кто-то там пошёл курить туалет, потом там был пожар, стюардессы тушили, вот, и хотя там журналисты говорили, что это не мы, это водители, которые летели с нами, но всё равно запретили всё вот к чёртовой матери, и с тех пор, конечно, уже... Я про Владивостокский форум, Ваня Трушкин рассказывал историю, как русский делегат, ну, он по бейджикам определил, и американский тащил его в дупелину пьяного британского какого-то делегата, ну, там уже неофициальные были какие-то мероприятия, он говорит, вот как объединяется... Ну, хорошо, а когда приезжаете, там тоже так всё очень сдержанно. Заводи в какую-то тему... Приезжаете, да, просто, а ты так сейчас, это вот если... А как это происходит? Вот ты, условно говоря, там поездка какая-нибудь в Екатеринбург, в 8 часов утра, это ещё очень щадящий режим, сбор в аэропорту, в 9 вылет, там в 11 ты прилетаешь в Екатеринбург, допустим, по московскому времени, там в 3 часа начинается работа, там в 7 она заканчивается, в 8 собрались, в 9 в самолёте. Через сколько-то там ночью уже ты дома, да? Вот поэтому... Некогда просто, Юль, вот тут... То есть жёстко... Рады бы люди... Нет, ну, конечно. Ну, это говорит о том, что у президента очень жёсткий, насыщенный график. Конечно. У президента жёсткий график, и опередить его, и улететь... Вот, знаешь, как... Бывает что-то неожиданное? Вот скажи, пожалуйста, когда был саммит Восфеки, насколько я понимаю, он оттуда, да, перелетел в Иркутск, вот где уже... Да. ...знавание. Это как принималось решение? Вы как о нём узнали? Или вы не освещали? То, что, о, Путин полетит из Оске в Иркутск, это никак не анонсировалось, и никому, в принципе, особо известно не было. Там на местах готовили, то там местное правительство, оно было до последнего, мне писали из редакции, говорят, а куда прилетит Путин? Они не знали, там, прилетит он в Братск или в Иркутск. Он приземлился. В Братске в итоге, там, в этот момент, в Братске было 3 часа ночи. И там смешно, там, если почитать стенограмму, там, все, кто начинают выступление, говорят, доброй ночи. Доброй ночи, да. Вот. Никто не знал про это, но это было решение на уровне президента, и он действительно там был интересен, потому что он прилетел не просто в аэропорту, там, сказать, как дела, хорошо, работаете, и улетел. Это освещение шло 2 часа. То есть это какое-то было сумасшедшее. А это 2 часа можно что-то решить, вообще услышать, реальное состояние? Ну, нет, там, на самом деле, почему я говорю, что это было очень подробное освещение, там, вот как оно шло. Путин, значит, сказал какие-то слова, которые он обычно должен в эти моменты говорить. После этого он выслушал всех федеральных министров, которые приехали, их там было 3 или 4, немало. Да, для Братска в Иркутской области, это 5 часов лета из Москвы. Вот, потом говорит, давайте выслушаем всех глав пострадавших регионов, а их 5 штук там. И все, значит, 5 глав регионов, они докладывают президенту. А пресса присутствует на всем протяжении? Ну, на таких, конечно, да, они открытые абсолютно. А они откровенные обычно говорят о том, что происходит? А куда обдеваться-то? Не, ну, у меня просто несколько... Вот была статья Голиковой, которая сказала, что по поводу здравоохранения, что регионы занижали цифру смертности, а онкологии сердечно-сосудистой. Я не знаю, может быть, они все так пытаются президенту донести, что вот наша кухня, на ней все хорошо. Хочется же всегда свалить с себя вину на кого-то другого. Или вообще сказать, что ничего, все-все отлично. Вот мне всегда важен этот момент ощущения или желания, да, простого человека, чтобы президент точно знал правду обо всем, что происходит, ну, везде просто, везде. Ты знаешь, была такая интересная история, когда на Совете по национальностям, по-моему, это было в прошлом году, помните, была история с тульским поселком цыганским, который снасилен? Да-да-да. И там была, значит, представитель цыганской общины, Димитра, по-моему, фамилия ее, да, вот, и она говорит, что, ну, слушайте, ну, Владимир, ну, вот, сносят поселки, ну, они же там невинные ребята, они же ничего. И Путин говорит, ну, как, ну, я же точно знаю, что в этом поселке торговали наркотиками. Она говорит, да нет. Говорит, ну, понимаете, мне же, Путин говорит, не только губернатор докладывает, мне докладывает, там, силовики, мне докладывает, там, контрольное резонное управление. То есть у президента не один источник информации, и я, наверное, никому не советую его обманывать, скажу мягко, да, потому что, ну, он все равно проверит. Кто-то нам про это тоже говорил, я не помню, был у нас кто-то из гостей, который сказал, что вряд ли Путина обманывают, но не договаривают совершенно точно. Когда-то была история с Мишей Леонтьевым, когда еще разговоры о Юкусе не утихали, и о Ходорковском, и что-то мы с ним так лично поговорим. Он говорит, ты знаешь, говорит, президент вообще, ну, может быть, не так донесли, как-то тогда еще было ощущение несколько иное по незнанию. Он говорит, ты знаешь, говорит, это удивительно, но, президент, если это большой вопрос и тяжелый, он обычно, он, говорит, изучает дело от начала до конца сам, а ты поверь, что там достаточно увесистая папка была. Это правда, потому что даже Путин, там у него была такая фраза, он говорит, что я не читаю объективки, которые мне предоставляют из каким-то серьезным вопросов. Объективка, это что, поясни? Ну, это вот, это, так я понимаю, что на языке тех структур, где работал Путин, это какая-то выжимка из дела, да, вот, то есть, я, говорит, прошу первоисточники. А черт узнает, сколько эти первоисточники там занимают. Ну, видели, наверное, многие, когда вот были фотографии, совещания, редкая история, по подготовке к прямой линии, когда Путин пришел... Да я вообще чуть ли не первый раз видел эти фотографии. Да, да, да. Если кто из наших слушателей не знает... Вы про какие фотографии говорите? Путин, Добродеев, Эрнст, Земский, Громов сидят за столом, причем такая достаточно неформальная, потому что Путин, у него даже рубашка расстегнута была. И в куртке. В куртке, не в веженке? А, ну, может быть. Мы спрашивали, а что он по Кремлю в куртке ходит? А сейчас расскажу. Вот, и они обсуждают вот как раз эту вот прямую линию. Это было... Я первый раз эти фотографии увидел. Да, нет, не было совещаний. Вот. И там у него вот папка, вот я не знаю, наверное, по радио, как это передать, но вот такая стопка бумаг, наверное, сантиметров 20. И он, значит, вот с этой стопкой, ну, вопросы там, ответы, соответственно. А это были темы, вот, предвариловка какая-то? Ну, видимо, да, какие-то темы, какие-то материалы по этому. То есть, ну, понимаешь, там даже Песков, он когда рассказывал, когда говорит, вот Путин подписывает указы. Мы этого не видим, да, но есть портал правовой информации президента, где вот, например, там был подписан указ о назначении Евкурова, замминистра. Замминистра Барнии, да. Вот, чтобы найти этот указ, вот так вот его фиг найдешь, честно скажу. Там надо тыкать, там вот сегодня, там, да, сортировать, потому что там страшное количество этих указов выходит каждый день. Мы их просто не видим. Там законные акты, подзаконные акты, чего только нет. Но все же их Путин подписывает. Там же нефок смеленный уставится. А когда он подписывает, он должен прочитать. А когда это сделать? А тогда у меня вопрос, да, а когда? Потому что когда вот Андрюша с коллегами, они были в Кремле и поздравляли, и президент должен был их поздравить по случаю 25-летия НТВ, да. Я помню, что в 6 часов. Мы должны были быть в 6 часов. В 6 часов. Потому что... Какой страшное время вы сидели, да? Предварительно он вышел только в 5 минут первого, по-моему, да, ночи. Без 5, полночь вышел Песков и сказал, сейчас он придет. Вышел он в 20 минут первого. Вот, он их поздравил, там, шампанское чисто символическое, я понимаю, он пригубил. А потом он пошел уже с патриархом встречи. И я Андрюшу спрашиваю, слушай, а когда? А спит-то он когда вообще? Он как Наполеон, ему 4 часов хватает? Я спрашивал Путина как раз, вот, задавал вопрос, когда мы были где-то в Китае, что ли, когда вот там мы перелетали несколько. А, из Владивостока китайский код, я говорю, сколько вы спаливались вот в эти дни? Он говорит, я 6 часов спал, нормально просыпался, сам без будильника. А перелеты вот это, вот этот пресловутый, как это, джет-лак? Джет-лак страшно. Ну, вот я поэтому и интересовался. А он что, на него не действует? Мы выезжали из гостиницы каждый день в 2 часа ночи по Москве, да, ты выезжаешь, ты там, вот, ты приехал. Тут в Москве рабочий день начинается, ты понимаешь, что ты уже закончился, как бы, у тебя уже сил нет. А Путина, я не знаю, как человек, ну, вот, смотри, была Осака, да, 3 дня тяжелейших этих там. Ну, там же не просто ты пришел и посидел на заседание, у него там со всеми этими встречи. И не самые приятные встречи были с некоторыми дамами, скажем так. Да, напряженно. А потом полетел в Иркутск, потом из Иркутска он полетел в Москву, и через, это получается, мы полетели в 10 утра, вот в 5 утра он закончил по Москве, мы говорим, братские совещания, а в 10 утра он уже полетел в Минск, и там в Минске, значит, они закрывали вот эти европейские игры, встречался с Рахмоном, встречался, значит, со спортсменами, там тоже большая была программа-то, встречался с Лукашенко, соответственно, вот, ну, я не знаю. Вот мы сейчас были на Талапских островах, и там один мужичок мне говорит, ну, это Псковское озеро, очень советую, но дело не в этом, и один мужичок говорит, да понятно, что двойники-то есть, я вот, вот этот, а вот эта история, может быть, их несколько, может, они так меняются, ну, или, может, какая-то волшебная пилюля, кремлевская, так называют. Вот это я больше, скажем так, вот я поверю, да, что... Все же репу чешут и говорят, ну, так он же еще и спортом занимается, он же еще... Ну, там есть история, да, про то, что километр надо... Он говорит, я километр проплываю, вот каждый день стараюсь, да. А когда вы в коммунистерстве... Ну, бассейн он с собой, ну, не проплываю, да, ну, то есть... Нет, ну, а как тогда? Вот как это понять? Слушайте, я не знаю, если есть какая-то секретная таблетка, я бы тоже хотел и такую иметь, честно расскажет. Нет, ну, человеческий организм это выдерживает, я не знаю как, я не знаю, как это выдерживает. Ну, там, кстати, вот, ребят, что на ТВ так меня сменял, снимал же фильм, да, он же спрашивал, есть кремлевская кухня? Он говорит, да какая кремлевская кухня? У меня вот этим... Йогурт с хреном, и все, угощайтесь. С чем? Ну, там он угощал своим йогуртом с приготовлением... Они завтракали, да, хрена, да. Ну, это и известные, да, эти хранты. Все кладили у Путина, вот он доставал оттуда. Он говорит, угадайте, что здесь? Я, говорит, только хрен чувствую. Вот, молодец. Да я не смотрела, Ватюшина. А по поводу двойников... По поводу двойников, да. По поводу двойников, ну, вот давайте вот сами вот возьмем график Путина или там режим его мероприятий, да. Вот куда бы вы на месте Путина послали двойника? Откуда? Я не знаю. Нет, если бы, если бы, ну, так вот, уважаемые скептики, да, ну, вы придумайте такое мероприятие, где президент ничего не говорит, никого ни о чем не спрашивает, никому ни на какой один вопрос не спрашивает, тогда, наверное, можно послать туда вот такую... Нет, ребятушки, вы не понимаете, у нас ФСБ настолько изворотливый еще со времен КГБ, у людей же как, у них же все, все, лигатура такая, понимаете, одно из одного перейти в другое. То есть сначала КГБ, а теперь ФСБ, это такие хитрые бестии, которые готовят вот этих... Ну, у нас есть такой момент, да, скорее всего, вот обыватели, я не хочу никого ответить. Ну, он скорее подумает какую-то... И они теми же голосами говорят, интензионной, и совершенно... Голосами-то ради бога, там же голосами не надо разговаривать. Нет, там все записано. А, записано. Ну, естественно, там есть какие-то клише, которые вот... А, может, и люди подставлены. Ну, черт его знает, ну, может быть. Ну, это фантастически, потому что я не понимаю вот эту работоспособность и как он выдерживает это все. Ну, вот как-то выдерживаете. Ну, там же сердце. Не надо делать какой-то культ из этого, но правда в том, что Путин много работает. Вот в этом, вот, наверное, это не видно со стороны, вот, и там, и вот мы, кто работает там, не видим этого. Ты видел когда-нибудь, я знаю, что президент человек верующий, и достаточно серьезно. И говорят, что и духовник у него... Но это тоже на уровне говорят, что Ладыка Тихон. Ладыка Тихон. Никто это никогда официально не подтверждал. То есть ты тоже не знаешь. Нет, я тоже не знаю этого этого этого. Ну, тут очень четко, кстати, сказать... Ты когда-нибудь видел, что вот он перекрестился там? Блин, извините, я вам скажу, был момент какой-то, когда мы за три дня посетили три храма в разных городах. Там открывали вот Сретенский монастырь в Москве, потом... Ну, это как раз Тихон еще был в Москве, потому что потом он уехал в Москву. Да, потом, значит, выходили на... Личные темы, ну, не любят, по крайней мере. Помните, сколько раз там, что там, когда вы женитесь, там, мне надо сначала бывшую жену пристроить. Ну, вот какие-то такие шутливые. Да, нет. Вот есть какие-то темы, на которые ему, ну, вот, не задают вопросы. А просто, наверное, перестали уже задавать, потому что понимаешь, что люди, что ответа не будет. Ну, ты потратишь свой шанс задать вопрос, а что ты получишь? Ничего не получишь. Какой он человек вообще? У меня создается ощущение, что он человек, понимающий, что он находится в политике. Это тяжелая, в большинстве своем и грязная такая история. Он очень закрытый. У него очень мало людей, которым он доверяет. Ну, я, например, мне кажется, что есть только два человека, которым он доверяет. Это Шойгу и Лавров. Вот как-то... Ну, несложно сказать. Знаешь, тут еще такой момент. А в какой эпизод своей биографии, какой человек, да, вот, даже на моей памяти, там, эти 7 лет, что я работаю, вот, он, по-моему, поменялся там дважды, причем разительно, а он 19 лет. Есть люди, которые работают, вот, ты упоминал, Кондратьева, да? Вот, прекрасная история про Кондратьева же есть, когда... Когда, какой он человек, вопрос, какой человек Путин. Когда, значит, был Госсовет, а Госсовет это одно из серьезнейших совещаний, да, и там, значит, речь Путина, а потом что-то закрывают они, и Путин отсюда сидит, значит, за столом, он видит, там, вот, Кондратьев идет к выходу, журналистов попросили выйти, и он говорит, вот, я вижу, Владимир Петрович Кондратьев крадется к выходу, а зря он крается, пусть останется, ему исполнилось 70 лет, мы его все с этим поздравляем. Ну, делали президента вспоминать, когда у журналиста день рождения или юбилей, да, вообще знать об этом? Ну, на самом деле, наверное, нет. Ну, с точки зрения нашего привычного начальника бюрократа, конечно, это выглядит очень странно. Ну, тем не менее, вот такая история, она была, она не единственная. С точки зрения человеческой, да, это очень... Путин выглядит вообще очень человечным человеком, извини за текстовы. Ну, да, мы уже просто выходим в это, в то, что он самый человеческий человек, но он, мне кажется, обычный человек, который вот, на самом деле... Ну, как, ну, с другой стороны, представление, вот если брать те же самые анекдоты, я сейчас когда про госсовет заговорил, я просто вспомнил этот анекдот, я его очень люблю. Вот, анекдоты все достаточно однообразные, что Путин это вот такой вот мачо, который там, как бы, всех застроит, там, вот, госсовет. Вы слышали, Путин руку сломал. Совершенно верно, это же вот моя версия, это госсовет, все сидят, ждут президента, заходит Песков и говорит, уважаемые коллеги, заседание отменяется, Путин сломал ногу. Кому нам закричали все? Вот эта жесткость, вот эта вот, которая приписывается в анекдотах, она иногда бывает заметна. Она ему присуща, я бы так сказать. Да, вот насколько он ей поддается. Смотри, на прямой линии это периодически. Видно просто, что он злится, вот прям какая-то тема. Ну, история про Пикалева, я думаю, это одна из самых... Там, ручку, пожалуйста, верните. Ну, Пикалева бывает. Ну, и что, какая разница? Была история с Митчеллом, по-моему. Вам бы выздороветь, а то доктора придется присылать. То есть вот из него иногда вылезает такое, что вот холодный пот по спине. Ты знаешь, я разговаривал с людьми, которые... Вот то, что Юля спросила, это присуще ему? Он это давит себе, сдерживает или это просто исключение просто какое-то редкое? Нет, конечно, сдерживает, да. Причем я вот спрашиваю у людей, которые пишут. Я говорю, вы пишете ему специально вот эти репризы? Они говорят, нет, мы, естественно, сам придумают. А это видно, что это внутренний мир человека, он как бы выходит наружу. Нет, он понимает, что он не имеет на это права, на то, что он должен... Ну, это на самом деле то, про что он говорит в последние годы, наверное, уже, да, про то, что человек, обладающий властью, не имеет права общаться с людьми вот таким суконным образом. То есть, если ты чиновник или если ты вот находишься в каком-то чем-то облечен, ты должен входить в положение людей обязательно. И говорить по-человечески, как правило. Да, ну, была еще одна история, кстати, она была... По-моему, он рассказывал... И, по-моему, это рассказывал, кстати, нынешний тульский губернатор Дюмин, когда он еще работал с Путиным, когда он был вот то, что называется, адъютантом, то есть человек, который ходит совсем рядом, да, у которого ездит в одной машине. Вот, и во время одного из общений Путина, спонтанно Путина с гражданами, ну, бывает такая история, она часто происходит, когда Путин где-то выходит. Ну, ты приезжаешь, например, мы приехали в какую-нибудь там старую Русу, там был совет какой-то по ветеранам, что ли. Вот, и люди, стоит зима, там холодно, там минус 15, и стоит огромная толпа на площади, люди просто пришли посмотреть на Путин. Путин может сесть в машину и уехать, но, как правило, он выходит к ним, подходит, для охраны это стресс, но вот Путин это делает регулярно. И вот в один из моментов, когда кто-то там тянулся вот рукой, чтобы схватить там Путина, пожать руку, Дзюмин ему руку вот эту вот так вот по ней сверху стукнул и отбил. И он рассказывает, что Путин меня на следующий день вызвал и говорит, вот вы это сделали, а у людей останется впечатление обо мне. Вы, пожалуйста, больше так никогда не делайте, мы больше работать не будем. Дзюмин говорит, я запомнил это на всю жизнь. Вот так. Ну, правильно, потому что это экстраполируется на уже личность главы государства, и тут массу можно найти примеров, когда вот говорят, что вот там Трамп, там или Макрон, они все время с людьми, а наш там ходит. Хотя это чистая неправда и передергивание, но тут как-то это... Для него репутация важна. Для него важны отношения людей, наверное, правильно так сказать. Отношения простых людей. Ну, его репутация среди простых людей. Я вот замечала просто тем, что когда большие праздники, совсем большие церковные, он очень редко появляется в Москве, в отличие от Админия Анатольевича, от того же... Нет, ну тут есть традиция, что на Масху он стоит в храме Христа Спасителя, а на Рождество он всегда ездит в провинцию. Вот и люди окружают... А он же каждый раз, по-моему, в новое место ездит. Ну, практически всегда, иногда там, один раз, по-моему, повторялся в Питере. Ему это нравится. Вот мне, например, среди простых людей, более открытых, более понятных, нравится больше. Не так, чтобы он сильно с ними общался в этот момент, да, человек просто пришел, постоял в службу и ушел, в общем-то, там нет никакого такого общения с людьми, которые пришли. Там один раз, по-моему, была смешная история про рыбаков, которым он с медведем приезжал на Путину в Новгородской области. Это, да, фотографии. Когда говорили, да, что это там сотрудники ФСО, а потом он приехал в Новгород же, вот там в храм, который рядом, и эти люди были там же. Ну, там специально их пригласили, может, даже он специально их пригласил там, чтобы, да, вот. И после этого он с ними пообщался, там вот выпил чаю, там это была 15-минутная беседа, они сказали, приезжайте еще. И там была вот, это был кипиш про то, что, а, это одни и те же там вот этого, ну, как бы, это никто не скрывал. Ну, это был 19-й год, и впервые выпустили вот эти, помните, были костюмы там, зайка, леопард, вот все вот эти, смотрите. Да-да-да. Я включаю, значит, смотрю трансляцию, и рядом с Путином стоит мальчик в костюме леопарда. И я не пойму, почему, в храме. Вот Путин стоит, рождяется в костюме леопарда, что такое, что происходит. А потом же выяснилось, что это вот впервые только они появились, костюм так, это уши у шапки такие, абсолютная иллюзия, что он там в карнавальном костюме. Ну, и ничего, и стоит, и никто его не обижает. Как он относится к оскорблениям в свой адрес? Ну, не замечает их? Ну, наверное, да. Ну, вот грузинская история вот эта вот. Ты имеешь в виду этого Габуния, который над ним вступал. Ну, а понимаешь, а откуда Путин про него узнает? Ну, опосредованно, естественно. Ну, из тех же объективов. Из новостей. Ну, да. Опосредованно из новостей. Ну, а что? Ну, да. Слушай, ну, ты же помнишь эту историю? Нет, я в том смысле, что он злопамятный, он вот как бы реагирует. Погоди, сейчас я вот этот эпизод приведу, и как раз после паузы тогда Дима ответит. Это был 2012 год, он еще был премьером. Точно я помню, что это было до выборов. Встреча с главными редакторами, но они периодически такие происходили. И там был, его в интернете можно найти, запись есть, открытая. Так что я тут не перевираю. У него была довольно жесткая полемика с Венедиктовым. Я помню. Вот, когда он просто сказал, что это у вас не журналистика обслуживания интересов иностранных государств за деньги налогоплательщиков. Ну, и потом как-то все это, ой, извините, закончилось вроде бы. И вдруг он возвращается опять. А вот я вижу, Алексей Алексеевич, вы на меня обиделись. А зря вы на меня обиделись. Вы же у вас на радио с утра до вечера по носам меня поливаете, я же не обижаюсь. Вот, и Венек такой там сидел, сидел. То есть он эти вещи, очевидно, знает. И тоже их где-то в себе носит. Давай после паузы, ладно? Сейчас тут такая драматическая у нас как раз нотка. Так вот, по поводу его реакции Путина на оскорбление. Про что он узнает опосредованно, естественно. Да, та история про Венедиктова, она была, получается, у нас сколько? Ну, 7 лет назад. 7 лет назад. Больше уже. Другой абсолютно человек по восприятию, наверное, и по общению, и по открытости какой-то. Ты президента имеешь? Президента, президента, конечно. Чем, по моим ощущениям, чем дальше Путин, вот он, да, уходит от того человека, который когда-то был избран президентом страны, тем он становится более закрытым все-таки. Вот. Ну, нет вот этой полемики, да, нет вот такого уровня. Остроты восприятия? Именно вот восприятия, да. Вот там вот он воспринял вот эти слова Венедиктова или там то, что говорили там на эхе. Ну, там это как-то, да, что-то там это возникло. Его это задело. Его задело. Сейчас вот я не понял такого, чтобы он что-то как-то реагировал в свой личный адрес. Он стал мудрее, как тебе кажется? Просто мне, ну, база, наверное, конечно, мудрее. Ну, с возрастом, желательно становиться мудрее. Ну, тут можно конкретный пример приводить. Помните Мигин Келли, да, человека, который два раза приглашали модерировать, между прочим, не больше, не меньше большие мероприятия. Потом интервью она брала, и она вывела всех же, да, вот этим своим вопросом, вмешивались ли вы в выборы 500 раз, она с разных сторон задала, только вот как вот только не переформулировала. Там переводчики, по-моему, с ума сошли, когда они искали, как еще это термином перевести. И Путин ей раз за разом отвечал. То есть он вот, не знаю, какие-то, то ли он, там, какие-то существуют у него практики, там, вот как это все пропускать мимо себя. Ну, вот я сидел, мне она вот просто уже достала, что называется. Путин ничего, он 500 раз ответил на этот вопрос. И потом еще он ей руку сжал, там, и они расставались по-доброму. Говорят, у Владимира Владимировича есть удивительные свойства. Не знаю, как оно тебе известно, нет, но все-таки. Он каким-то образом своих врагов делает очень преданными друзьями. Ну, я бы не сказал, что друзьями, но якобы, что он, особенно вот при общении личном, умеет как-то так расположить человека, даже негативно к нему настроенному. Отношение с негативного на очень позитивное. Сложно сказать. Я дал пример приведительный. Слушай, ну, тут это говорят, если брать примеры там общеизвестные, ну, там скажут, что там Буш ему в глаза заглянул, там, и увидел в них там что-то там такое, что сразу все понял. А потом оказалось, что Путин ему там второе дно там в своих глазах показал. Это обсуждать сложно. Но либеральная точка зрения, да, что Путин как КГБшник, как человек, который работал в Вербурге, он, да, как психолог, он умеет найти подход. То, что Путин умеет, конечно, найти подход к собеседнику. Собственно, вот даже коллеги, если там те же, вот ты Меган Келли называл, вот то, что недавно он давал тут интервью Financial Times, они все потом говорят, что ой, блин. Меган Келли наскита, да, у журналиста Красного? Да, видел, да. Что вот Путин как-то настраивает людей на свою волну. Ну, конечно, он это, не знаю, там, это лично или это там его умение, или там приобретенные посредством спецкурсов. Я не знаю, честно говоря, он довольно, ну, он может быть, наверное, разный, поэтому... Я имею в виду, может быть, простым словом, обаяние. Нет, обаяние, конечно, есть. И есть еще такой момент, когда, знаешь, все-таки мы его видим таким, каким он хочет, чтобы мы его видели. Все-таки он имеет такие возможности, и это его абсолютное право. Макрон тем же сам, в общем-то, занимается. Ну, мы любую публичную фигуру, ну, там, определенного уровня, видим таким, каким, вот, тема в те моменты... Ну, имя тоже строится по-разному, понимаешь, потому что периодически все-таки признаются, там, косяки, вот, история с амфорами, одна, наверное, из самых известных, когда даже Бесков сказал, что, да, переборщили мы. Ну, когда он нырял и выловил там две амфоры. То есть, насколько я понимаю, мы на самом деле не знаем, какой он на самом деле мистер Путин. Нет, причем мы имеем представление, потому что мы смотрим на него на длинной дистанции, да, вот те же, там, мои семьи, которые не показательны, все меняются, и я, слава богу, и вы, наверное, семь лет назад были совсем другими. Совершенно. Поэтому, а тем более человек, на котором... Ну, мало уже были, конечно. Лежит груз такое принятие решения, да, ответственности, ему выпали последние вот эти семь лет, мягко говоря, не дай бог тому, кому. Ну, да, это серьезные отличия от первых лет его руководства. Там первые эти романтические, там, начало двухтысячных, да, когда казалось, что сейчас мы со всеми подружимся, что коммунизм ушел, а почему вы не хотите с нами дружить? И вот это, там, 2008-е, мюнхенская речь, а дальше понеслось, да? Ну, это когда-нибудь про это, наверное, пишут интересные книжки, там, с психологической точки зрения, там, факт. Ну, это напишут, конечно, тоже по правде. А мюнхенская речь случилась... Вот мне всегда интересно, что должно было последней каплей упасть для того, чтобы президент понял, что наше... Пора это сказать. ...управление, то, что нами управляют американцы, это совсем нехорошая история, что уже край просто. Я думаю, что у него это понимание было раньше, потому что, если я правильно сейчас... Ой, 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 ой. Если я правильно понимаю то, что происходит у нас сейчас... Когда Ельцин передавал ему образное правление, ну... Вот это всё делать, чем мы сейчас так гордимся. А это было за три года до мюнхенской речи. Поэтому я думаю, что у него это понимание было раньше. Просто не время было, как ты любишь. Да, это всё постепенно оно... Ну, это он постоянно... Он очень много об этом говорил, и про то, что, говорит, почему вы поддерживаете наших этих сепаратистов на Северном Кавказе, да? Говорит, мы поддерживаем, это наша политика, идите нафиг, отвечали наши американские коллеги. Почему вы размещаете здесь вот это про... Что вы, от Ирана? Мы от Ирана. А Иран теперь больше это не опасен. Ну, вот размещаем, и всё. А вы делаете, что хотите, да? Никого секрета, ну, не хотят люди, вот, да, считать тебя за человека. Что делать? Ну, вот. Как говорил Путин, ну, пусть попробуют, теперь полетают. По другому поводу он говорил, но тем не менее. Это по поводу Грузии? Нет, это по поводу Сирии было. А, Сирии было. Часто спрашивают, почему он во время публичных выступлений, как сказать, не кашляет, а как бы вот откашливается. Это нервная какая-то история? Я думаю, нет, это что-то всё-таки с горлом у человека происходит. Я не знаю, почему. У меня тоже этот вопрос. Поскольку я наблюдаю это регулярно, эти выступления, да когда-то больше, когда-то меньше. Он много говорит вообще в течение постоянного. Ну, конечно, много. С ума сойти, конечно, с ума сойти. Расскажи нам, пожалуйста, про... То есть круче, чем педагог. Про чашку. Про чашку, да? Да нет никого секрета в этой чашке. Вот мне тоже казалось, что не было никакого. Она известна давно, и вдруг произошла какая-то бомба. Все начали. И в Китае он уже там на каких-то интернет-аукционах бьёт рекорды по продажам. Все сошли с ума. Сбор-то может быть и сбор, я не знаю, что там в этой чашке. А чашка совершенно обычная, керамическая. Там вот наш коллега Александр Гамов, про которого мы говорили, да, он тоже кипело возмущался. Я про эту чашку в 14-м году ещё написал на пресс-конференции, когда он первый раз с ней появился, а вы только сейчас похватились, для кого я работаю. Это правда. Нет, этот вопрос вылил из себя даже Пескова, когда его в очередной раз спросили, что за чашка. А там есть же конференц-кол, где подключаются там все журналисты, включают там страшное количество иностранных журналистов. Не просто там Bloomberg, а там CNN, BBC, Лос-Нашвистанец, кого только нет. И вот когда там очередной раз, что за волшебная чашка вот вы используете. Он уже просто сказал, что вы найдите, пожалуйста, архив, и там в архиве, вот почитайте, если вы не найдёте ничего в интернете, то я вам завтра отвечу. Мне кажется, это говорит о том, что интерес и уважение к Путину с годами настолько вырос, что даже вот такие нюансы, как чашки, конечно, как это стало, потому что, ну, все сидят, пьют вино. Нет, вино пил как Макрон. А сейчас мне скажут опять. Трамп пил колу, насколько я знаю. Как это, пропагандисты Путина, ну, нам же всё время пишут, Норкин. Ну, это мы все тут пропагандисты Путина. Такие-сякие, найми ты, получай эти миллионы. Вот, я сижу и думаю, ну, вот сейчас опять черти возьмут на вооружение эту чашку. Путин мог быть гораздо больше для отечественной экономики, если бы он там занимался этим продукт-плейсментом, да, вот он сегодня чашку он поставил, завтра там какой-нибудь условный вятский квас, послезавтра ещё чем. Ну, святским классом там что-то такое было, потом как-то... Ну, это было для внутреннего употребления. Мороженое же пошло вот это, Си Цзиньпиньевское, в Китай. Ну, да. Прекрасно, давай дальше продвигай, что там у нас, драники. Эти платки кружевные этот... Да, у меня был вот этот вопрос. Как он платок этот? Павло Посадский какой-нибудь? Павло Посадский, а ещё вот всё. Оренбургский пуховый платок. Ну, что Путин будет в женском платке ходить, что ли? Можно подарить. Нет, у меня был вопрос, на который я так ответ не получил, когда BBC запустили, я не знаю, они продолжают его показывать или нет. Вот это шоу, где мультипликационный Путин, такой совершенно непохожий по манере разговор. Я говорю, а вот вообще они как бы оплачивать-то будут? Потому что, извините, там, когда рисуют карикатуру, это одна история. А тут использование образа главы государства иностранного в коммерческих целях. И что-то как-то мне никто не ответил. Мне кажется, что Вадим Вадимович не меркантильный совершенно человек. Так это же могло пользу стране привести. В казну, ну, может быть. А ты задай ему вопрос в следующий раз. А Пескова спрашивали про это, спрашивали ли вот эти как раз иностранцы, она использовала, сказала, что нет, ничего не спрашивали, но в принципе...